С началом действия технического регламента таможенного союза работы на Брестской диагностической станции номер 200 не убавилось. Наоборот, все чаще автомобилисты приезжают именно сюда, чтобы получить допуск для участия в дорожном движении, который с момента вступления в силу документа претерпел некоторые изменения. С начала этого года вступил в действие таможенный регламент о безопасности колесных транспортных средств. Цель этого документа – это урегулировать все вопросы технические в рамках стран таможенного союза. Требования регламента только частично преобразовали белорусские критерии к техническому осмотру. Вопросов к внешнему виду машины теперь стало меньше. Главное, чтобы изменения не влияли на безопасность автомобиля. Если выделить основные нюансы, то их три. Теперь в морозный сезон водители обязаны переобуть свой автомобиль на зимнюю резину. А на СТО, кроме всех обязательных характеристик, у вас проверят светопропускаемость и уровень шума, для измерения которого теперь закуплено и специальное оборудование. Что касается изменений, которые вошли с введением технического регламента, это коэффициент светопропускания стекол составил 70%, ранее для лобового стекла был 75%. Ввелась обязательная зимняя резина с 1 декабря по 1 марта. По 1 марта. И стали измерять шум, уровень шума на транспортных средствах. С начала года технический осмотр в Брестской области по новым требованиям прошли порядка 125 тысяч автомобилей. Это, к слову, один из самых больших показателей по стране, после столицы. Однако, привозя автомобиль на диагностику, важно помнить и о том, что кроме технического регламента Таможенного союза, существуют и республиканские требования, изменения в которых также произошли в 2015 году. Для некоторых категорий транспортных средств изменились сроки прохождения техосмотра. Это, в частности, касается мотоциклов. Если ранее, в прошлом году этот срок составлял один год, то с марта текущего года техосмотр разрешения на участие в дорожном движении выдается сроком на два года. Это касается мопеда, мотоцикла, квадроцикла в этом плане. Ну и учебные машины, к ним повышенный интерес. Принято решение о прохождении этими транспортными средствами техосмотра два раза в год после истечения пяти лет их эксплуатации. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.